Рассвет Александра Чаянова и как ученого, и как писателя пришелся на последние годы серебряного века русской культуры. Его биографию и творчество могли бы органично вписать в ряд новокрестьянских поэтов, вроде Сергея Есенина. Чаянов, особенно в юности, писал стихи, выпустил их сборник. Элегантный молодой человек, знающий английский, немецкий, французский языки, подкованный в точных науках, ценитель музыки и литературы, путешествующий по Европе. Но, несмотря на такую внешнюю сторону его жизни, Чаянов едва ли не больше всего проявлял интерес к крестьянской жизни. Это нашло отражение и в творчестве. Теперь в Ильинском, вероятно, и табаки, и мак в цвету, а в Старом парке так приятно играть большим мечом в лапту. И эта же сельская жизнь стала главным предметом его отнюдь не лирических, а научных изысканий. Первый экономический труд – кооперация в сельском хозяйстве Италии. Наблюдая за успешными опытами объединения хозяйств для взаимопомощи, Чаянов предположил, что и России необходимо без крупной ломки организационного плана мелкого сельского хозяйства организовать некоторые его отдельные технические хозяйственные процессы, в которых крупное производство имеет несомненное преимущество, путем выделения их и слияния с подобными процессами у соседей в кооперативе. В конце концов, Чаянов ученый взял верх над Чаяновым лириком. В 30 лет, в 1918 году, он стал профессором своей альмаматор сельскохозяйственной академии. Февральскую революцию Чаянов поддержал, видел в ней отправную точку к преобразованиям в любимом сельском хозяйстве, был избран членом Всерсийского совета кооперативных съездов. Читал публичные лекции, публиковал статьи с предложениями по преодолению продовольственного кризиса, вызванного войной. Ни в одной из партий Чаянов за всю свою жизнь так и не вступил, не нашлось полностью подходящие его убеждениям социалиста и демократа. Октябрьскую революцию принялся скепсисом, но продолжил работу, не отступая от своих идеалов. Срединная и отчасти утопическая позиция балансирования между капитализмом и социализмом в конечном счете стоила ему жизни. Еще до появления идеи колхозов, Чаянов, не ведая того, стал ее оппонентом. Крестьянское хозяйство должно кооперировать и коллективизировать те отрасли, в которых крупная форма производства имеет свои преимущества, и оставлять в индивидуальном семейном хозяйстве все то, что лучше организуется в мелком предприятии, писал он. И хотя в начале 20-х годов сравнительно свободного времени он занимал высокие посты в наркомземе, в госплане, но до конца Чаянов так и не вписался в систему. В один год со смертью Ленина, 24-й, вышел его главный труд – организация крестьянского хозяйства. До конца 20-х он продолжал работать и отстаивать утопические в новой реальности идеи об идеальном устройстве деревни. Принятое вскоре решение коллективизации должно было его сделать осторожнее, но угрозы он не почувствовал. Чаянова обвинили в поддержке кулачества в буржуазных аграрных теориях. Летом 30-го ученого арестовали. Два года тюрьмы, а потом ссылка в Казахстане. Ему дали место в Алматинском университете, но пришел 37-й год, и тогда Чаянову припомнили антисоветскую и империалистическую подрывную деятельность. 3 октября суд приговорил его к расстрелу. Приговор исполнен в тот же день. Имя Чаянова надолго забыли. Неизвестно, могли бы реализоваться его идеи писателя-утописта и талантливого экономиста. Как бы то ни было, он стремился к улучшению жизни крестьянства, из которого вышла его семья. А итог деятельности – смертный приговор. Продолжение следует...